Трудовым мигрантам, в том числе и из Украины, в ближайшем будущем станет сложнее попасть в Соединенные Штаты. По крайней мере, таких последствий ждут от очередных указов Дональда Трампа. Что он планирует подписать, знает Дмитрий Анопченко. Иммиграционный запрет Трампа не отменят, просто скорректируют. В этом признался журналистом вице-президент Пенс. Документ, который вызвал столько критики и стал причиной протестов, до сих пор заморожен из-за решения судов. Но Белый дом придумал, как быть, просто подписать новый документ с аналогичным текстом. Они вносят последние штрихи в этот указ, и все должно произойти в ближайшие дни. Указ могут принять уже на днях, в нем по-прежнему останется запрет на въезд гражданам из стран зоны риска. Но будет предусмотрено послабление для тех, у кого уже есть грин-карты, право на работу. Политик признался, в Белом доме решили, что делать со строительством стены на границе с Мексикой. Мол, если там отказываются за нее платить, то Вашингтон просто может принять закон, который обяжет Мехико это делать. За право участвовать в нем уже сейчас идут бои. Объявлен открытый конкурс. До 10 марта все желающие могут подать свои проекты и приложить макет, как именно будет выглядеть сооружение. Если раньше в эту идею вообще мало кто верил, считая предвыборным трюком, то сейчас уже две сотни компаний подали заявки на участие. И это только начало. Что интересно, свой кусок пирога хотят отхватить все без исключения. В списках претендентов и монстры американского строительного бизнеса, и небольшие частные компании, принадлежащие самим мексиканцам. Стена и ограничения для мигрантов. Две самых больших претензии к Дональду Трампу. Демократы в Конгрессе даже говорят о возможности импичмента. Но пока в устах политиков это всего лишь пустые угрозы. За дело взялись, кто бы вы думали. Да-да-да, не поверите, колдуны и ведьмы. В начале все думали, что это неудачная шутка. И не относились серьезно. Но сегодня даже крупные газеты об этом пишут. Уже 14 тысяч человек присоединились к группе поклонников черной магии в Фейсбуке. Где выложили текст ритуала и детальные инструкции. Как с помощью потусторонних сил добиться отставки президента. Во многих штатах одновременные сеансы магии законом не запрещены. Вот колдуны и призывают всех желающих вместе с ними каждое воскресенье в полночь колдовать на убывающую луну. До сих пор хочется верить, что это просто розыгрыш. Но противники Трампа вполне серьезно. Следят за луной, в какой она фазе. И об этом ритуале даже в радиошоу поведали. Но вряд ли это подействует. Потому что новый президент Америки человек очень практичный. Дональд Трамп и сам не раз говорил, что не верит ни во что магическое или потустороннее. И намерен добиваться своего, несмотря на все реальное или шуточное сопротивление. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.